Серия игр Like a Dragon Или Якудза, Аки Горыныч, или как вы её там называете Представляет из себя криминальную драму Но только лишь на первый взгляд Несмотря на все злоключения протагониста нашей истории, Казумы Кирью Он также попадал в довольно странные ситуации Порой настолько сюрные, что реальность этих событий остаётся под вопросом Конечно, можно было бы взять всё это в охапку, перемешать, соль-перец по вкусу И подать на стол с заявлением, что Кирью находится в коме Ещё после взрыва Миллениум Тауэра в 2005 году А единственными реальными событиями его биографии Можно считать события Зеро и первой части Ну и кивами соответственно В порыве этого также родились истории из прошлого Типа Кинзан и Ишин А также зомби-апокалипсис в Камурочо, который мы знаем как Dead Souls Я мог бы сделать такое заявление, но был бы я после этого маразма настоящим журналистом? Вряд ли Да, я в общем-то и не журналист Да, это всё абсолютно реальная история Я там, ааа, то есть знал я этого человека Всё, что вы знаете, всё правда Как и его смерть Разве что история про зомби, вероятно, ему приснилась Слова Сузуки Сана подтверждают также ведущие подкасты Seagways Которые в своих выпусках, рассказывающих о Японии Любят обсуждать события, происходившие в квартале Красных Фонарей Но по-настоящему Бизарные приключения начались в начале 20-х И случилось это ни в Камурочо И даже не с Кирью Ичибан Касуга оказался в центре внимания после разоблачения Вышедшего на канале витюбера Татары На фоне его разборок с организацией Bleach Japan А впоследствии и незаконные деятельности в сфере HR Затем он отправился на Гавайи, в город Гонолулу Где он впервые за 45 лет жизни должен был встретиться со своей матерью Но что-то пошло не так Гавайи встретили Ичибана во всей красе гостеприимства по-американски Но впоследствии он сколотил свою банду и даже воссоединился со старой Но нас больше всего интересует восприятие Ичибанам всех неприятностей Сам он отмечает, что все стычки и передряги он представляет как пошаговое сражение из Dragon Quest Но в один момент еще в Японии замечает, что его противники трансформируются Да клянусь, они трансформировались Затем, после того, как Кирью пересекся с Касугой на Гавайях, он сам приобрел подобные чувства А теперь мы еще знаем, что Егора Маджима, вероятно, тоже обладает подобными способностями На что намекают его пусть и старые, но все же доппельгангеры, а также новый боевой стиль Бешеный морской волк Шимана резко меняет свой фирменный нож на две сабли, а Гавайку на камзол Казалось бы, откуда он их берет? До этого подобные трансформации позволяли себе только Ичибан с членами своей боевой группы И вот это меня заинтересовало Не знаю, заметили ли вы, но свою долю контролируемой шизофрении Кирью и Маджима получили именно на Гавайях Вероятно, это место обладает той самой аурой, после которой люди шизеют, представляя себя либо пиратами, либо героями И тут сразу же у вас возникают вопросы, мол, Ичибан шизел уже до этого, и причины этого лежат в Драгон Квест Но что, если Драгон Квест — это лишь напутствие? На самом деле шизофрения Ичибана Касуги вполне себе наследственная, учитывая происхождение его матери, Аканы Кишиды После рождения сына она бежала на Гавайи, и не просто так Гавайи — это ее родина, что делает Ичибана как минимум на четверть американцам гавайского происхождения Именно происхождение, вкупе с разыгравшимся воображением на фоне десятилетий задротства в Драгон Квест, и наделили Касугу шизой Но действительно ли на все так влияет территориальный вопрос? Со слов Морикасы, Гонолулу и Гавайи являются центром Суджимонов и их тренеров Морикаса рассказывает про Суджимонов еще в Like a Dragon, но в Infinite Wealth оказывается, что это целая индустрия С подпольными боями, турнирами, рангами тренеров Причем Суджимоны осознают себя, свое предназначение и в целом личность Все это довольно шизофренично, но почему именно на Гавайях? Откуда это все взялось? Поликана — группировка культистов под предводительством Брайса Фарчайлда, который ради дара Мадам Нелли, а также закрепление власти собирал на острове Нелли радиоактивные отходы Вероятно, именно радиоактивные загрязнения с острова Нелли плюс загрязнение острова Дондока от пиратов повлияло на общую атмосферу Гонолулу и ближайших территорий Именно эти условия вкупе с воображением Ичибана, прогрессирующим раком Кирью, а также общей психической нестабильностью Маджимы развили у них шизофрению на главной шизо-земле Но самой главной зацепкой в этом расследовании является то, что Гавайи — это территория США Пожалуй, этим все безумие можно объяснить Что ж, вот такая херня у меня сейчас получилась, извините уж, что мало, но спасибо за то, что посмотрели А просто Глебу спасибо за финансовую поддержку уровня Трикстер на Бусти Да, у меня появился Бусти Я не знаю зачем, и я не знаю надолго ли Но, как бы, если что, я не заставляю никого Лучше на Телеграм подпишитесь, вот туда вот самое главное Ну а на Сим все, я пошел играть в метафорре Фантазио Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!